Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы книги Танаха, и сегодня начнем книгу Эзры. Натуральное продолжение книги Диври Аямим. Урок посвящается Лифо Шлема Шей Раиса Бацони, Владимир Бенгиня, Адаса Батахова, Выходи Сраин. Как я уже говорил на предыдущем уроке в конце к Диври Аямим, эти три стиха, они повторяются теперь в начале книги Эзры. Чтобы связать, да, это фактически Эзры и Нехеми, единственные две книги, которые описывают события времен начала второго храма. Потому что книги пророков тоже, да, Захария и Хагай и Малахи тоже говорят про это время, но они это именно вот как видение пророков описывают, не как исторический текст. А Эзра это часть Ктувим, хотя тоже считают, что он был пророком в какой-то степени, да, но я уже говорил, что есть большой вопрос. На самом деле, когда считают 48 так называемых пророков, известных по именам, было очень много пророков в нашей истории, но 48 считается в Талмуде особых. Да, и не только в Талмуде, в Седор-Алам, в других местах. Те, которые по именам известны, как пророки и прочь-то, сохранились на другие поколения, так вот не очень понятно, не во всех этих списках Эзру и Нехемию считают. Кажется, ни в одном из этих, там есть много разных мнений, как этих 48 пророков насчитать. Нехемию, по-моему, не считают почти ни по какому мнению. Эзру, возможно, можно считать, если это и есть Малахи, по каким-то мнениям, Малахи и есть Эзра. Но вообще это не очень понятно. И, как я уже говорил, Хазар считает, что и Диври Аямин написал Эзра. Получается, что теперь Эзра продолжил уже книгу, которая названа его именем. Вообще, то, что Эзра и Нехемия у нас считаются одной книгой, это связано с тем, что, как Хазар сами говорят в Талмуде, что Нехемия, как бы его наказали, можно сказать, что он слишком себя выдвигал, как мы увидим в конце, что Макси кто-то себе, что он такой молодец, так его за это не дали ему отдельную книгу. Получилось, что Нехемию сделали просто придатком книги Эзры. Вообще, более простая причина, видимо, в том, что часто маленькие книги соединяли вместе. Во случае Треасар, например, там, правда, нет конкретного названия одного из пророков, просто назвали 12 пророков, все в одну книгу, как сказано в другом месте в Талмуде, чтобы они не терялись, маленькие манускрипты. Так вот, Эзра и Нехемия были бы коротенькими книжками, каждая, сделали из них одну книгу. Ну, может быть, их вопрос, почему назвали Эзрой, а не, например, Эзрой и Нехемией, или как-то еще. Вот, поэтому, наверное, они отвечают, что не заслужил Нехемию, чтобы он фигурировал, видимо, в названии книги. Но то, что книга одна, это неудивительно, потому что Хазар вообще не хотели обычно, да, чтобы короткие книги, которые легко потеряются, были на отдельных манускриптах. Это же фактически означает, что еженавками, но во всем этом халахе тоже. То есть, когда писали все в манускриптах, то Эзра и Нехемия – это все один манускрипт. Не писали отдельно Эзра, отдельно Нехемия – это все один манускрипт. Одна книга пророческая, Эзра и Нехемия, но называется у нас просто Эзра. Вот, но разделение, которое сделали христиане, соответственно, тоже попало и в наше издание, как и все вот эти разделения на капиталах. И получилось, что когда цитируют, например, сегодня в Талмуде, если цитируют, Талмуд скажет, что, скажем, сказано в книге Эзра, но у нас будет написано в цитате, что Де Нехемия – это какая-то глава, например. Потому что, хотя это для них была книга Эзра, но когда стали разделять все на главы по тому разделению, которое сделали когда-то христиане, то, соответственно, и у нас получилось, что есть книга Эзра, есть книга Нехемия. Иногда даже в источниках ранних можно найти выражение, как бы, книга Нехемия, поэтому он не полностью потерял, как бы, свою книгу. Вот, но как бы там ни было, есть, кстати, еще вообще диспут, в каком порядке они пришли в землю Израиля. Простой смысл, да, и судя по тому, как Хазалих поместили сначала Эзра, потом Нехемия, что первым приехал Эзра, потом Нехемия. Еще до Эзры приехали другие лидеры, как мы сейчас прочтем, как раз в начале книги Эзры будет написано, кто приехал, да, было много, так сказать, много волн, что ли, эмиграции из Бавилонии в землю Израиля, но Нехемия вообще пришел не из Бавилонии, а из Персии, как мы увидим позже. Ну, когда-то, наверное, он тоже был в Бавилонии или его предки. Но как бы там ни было, вот до Эзры приехали другие лидеры, про них мы уже читали немножко в книгах, например, Захарии, да, в пророчествах Захарии, да, кто были лидерами до Эзры. Но, во всяком случае, потом в какой-то момент уже приехал Эзра. А считается обычно, что Нехемия приехал после Эзры. Но есть и противоположное мнение. В зависимости от того, о каком царе идет речь, там с персийскими царями очень большая путаница, мы еще про это поговорим. Поэтому, в зависимости от того, при каком из царей, у многих царей были одинаковые имена, и какой был порядок царей, то, возможно, даже Нехемия раньше приехал. Поэтому, судя по тому, как, без Нехемия, все было более разрушено в его время, чем во время Эзры. Ну, мне кажется, что вот, когда Хазаль поместили Эзру и Нехемию в одну книгу, и поместили именно Нехемию после Эзры, скорее всего, считали, что в хронологическом порядке Нехемия был Божий. Хотя это тоже не доказательство. Может быть, опять же, так они хотели наказать Нехемию в каком-то смысле, тем, что книга не будет называться его словами, то поэтому поместили его после Эзры, а не до. Если бы он был, наверное, помещен до, то эта книга бы называлась Нехемия, а не Эзра. Может быть, из-за этого. Но как бы там ни было, вот у нас, получается, есть две книги, 10 глав Эзры и 12 глав Нехемии. Даже, извиняюсь, не 12, а 13 глав Нехемии. И по стилю они, естественно, очень похожи на книги Деври Аямии. Тут тоже много разных списков, там какие-то семьи Коэнов, какие-то тоже генеалогии, и немножко истории. Практически большая часть того, что мы знаем вообще про начало времен второго храма, взята из книги Азры и Нехемии. Итак, Убишната, Хатли, Кореш, Мелых Парад. Здесь, как я сказал, как бы соединяет ее с предыдущей книгой, слова, которые мы уже были, мы прочли на предыдущем уроке по концу Деври Аямии. Что в первый же год правления Кира Персидского, когда исполнилось, закончилось, так сказать, исполнение слов Всевышнего Иисус Ермияху, Хеир Хашем Эт Руах Кореш Мелых Параз, Всевышний побудил дух Кореша Царя Персии, Кира Персидского, Ваяавер Коль Бехоль Малхуто, Он сообщил по всему царству, объявил всем, и также письменный, Он мне повелел построить дом в Иерусалиме, Ашер Биуда, который в Иерусалиме. Кто из сего народа, пусть Бог будет с ним, Ваяль Лирушалайм Ашер Биуда, пусть пойдет, поднимется в Иерусалим, который в Иерусалиме, Вейвен Эт Бейт Хашем Элоке Исраэль, Хуа Элоким Ашер Биушалайм, что Он построит дом Всевышнему Богу Израиля, это Бог, который в Иерусалиме. Скорее всего, сам Кир Персидский был все-таки не монотеистом, поэтому он выражается так, что это Бог, который в Иерусалиме, не то чтобы ассоциировать, евреи тоже могут назвать Всевышнего Богом, который в каком-то смысле в Иерусалиме, что ассоциирует свое имя со своим народом и со своей землей, которую он нам дал, но для царя Персии он наверняка верил в разные божества, которые у разных наций. Считают историки, что он многие нации вообще пытался быть толерантным, это была своего рода религиозная толерантность, что необычно для тех времен, и он практически то, что Бавилония пыталась контролировать, наоборот, все, хотя они особенно в религиозные дела, может быть, так уж и не вмешивались, но им было важно, например, забрать именно утвари из нашего храма, чтобы подчеркнуть, что их силы более великие, поэтому они забирают. И также когда-то Плештим, помните, когда похитили Святой Ковчег, они там в свои храмы его ставили, а Пикер Персидский, он мог прийти, например, в Бавилонию, служить там в храме Бавилонии, не пытался, так сказать, на них давить, что его божество более сильное, раз он победил их, даже наоборот, да, то есть какая-то религиозная свобода, до звездной степени. Поэтому евреям он выдал, как мы увидим, утварь храма Иерусалима, и разрешил нам вернуться назад. И все, кто остался в тех местах, где бы он не жил, пусть он помогает, живущий серебром и золотом, и имуществом, и скотом, вместе с пожертвами для Дома Божьего в Иерусалиме. Вот и встали тогда главы домов отцовских, при Игудов Бениамин, да, в основном в Бавилонии находились только два колена основные, плюс коины и левиты, да, три колена фактически, да, Игуда и Бениамин, да, это царство Игуды когда-то, потому что серные колена в основном были изгнаны в другие места. А в Бавилонии основное изгнание было юга уже оставшегося, да, Игуда и Бениамин, а также коины и левиты, да, все они поднялись отстраивать Дом Всевышнего. Животных и какие-то приятные ценности, левад альколь хитнадев, кроме всех пожертвований разных. Виамелых кореш хоци эт клей бейт хашема шер хоци юнивудный цар Мирушалайм, да, и вот кореш в том числе взял назад то, что когда-то те трофеи, которые унес, да, храмовое имущество, храмовое, которое унес когда-то на выходной царь из Иерусалима, он это все вынес, видимо, из тех храмов, где-то хранилось. Вейтенбе бейт элгав, да, что когда-то это не выходный царь поставил в дом своего бога, да, то, что он считал, раз мы победили, значит, наш бог сильнее, поэтому повестил то, что было в храме Иерусалима, в свой храм своего идола. Так вот, это все ваяциям кореш Мелых Парас, это все вытащил царь Персии, Альяд Митрадад Хагизбор, да, очередной конкретный человек, упомянат Митрадад, значит, через какого-то казначея Митрадада он это вытащил, да, то есть он не сам руками вытащил, но приказал, чтобы отдали, И, соответственно, считал их Шешбацару, правителю иудеи. Может, имеется в виду другое имя Зрубабеля, бен Шалтиэля. Теперь конкретно упоминает, что именно было дано. Какие-то чаши золотые, 30. Аргартилей кесов алэф, тысяча каких-то чаш серебряных. Махалфим тишавиес рим. И каких-то еще 29 ножей. Кефорэй загав шло шим. Какие-то золотые кубки, 30. Кефорэй кесов, мишним арба, мёд, васара. Какие-то двойные серебряные кубки, их было 410. Келимах и рималов. И другие сосуды, было их тысяча. Коль келимла загавила кесы, хамеша талафим, арбамил. Всего 5400 разных сосудов. Все это шешбацар вывезли, когда они поднимались из Бавила в Иерусалим. Он все это вынес оттуда. Еще одну главу сделаем. Тут большая часть книги будет написана по-рамейски, между прочим. Будет сложнее ее переводить, потому что связано с архивами конкретными, которые будут цитироваться, и письмами, которые присылались. Потому что рамейский язык был, как лингва франка, главный язык в Персидской империи. Хотя самые персы, у них язык свой, фарси, но они использовали арамейский язык, близкий к нашему. Фарси – это индоевропейский язык. Он не похож совсем на иврит. А арамейский, разумеется, это наш близкий очень к нам язык. И вот большая часть этой книги написана на арамейском. Не такой же версии арамейского, как Талмуд, но, во всяком случае, близко уже к языку Талмуда. Это вот конкретно жители страны, которые возвращались из плена изгнания, которых изгнал, не выходный цар. Мелых бавел и бавел, да, царь Бавилонию, Бавилонию. Ваяшу, Лешалаем, Иуда, Ишли, Ро. Каждый вернулся в свой город и в Игуду, и в Иерусалим, да, каждый в свой город вернулся. А Шербау им Зрубабель, да, они приехали с Рубабелем, да. Зрубабель, мы, конечно, уже упоминали, упоминался уже в, как мы сказали, поздних пророках, да, в Зрубабель бен Шелтиэль, хотя непонятно, он был ли мамаш сыном Шелтиэля. В всяком случае, Зрубабель был главой тогда еврейского возвращения, он был потомком царей, потомком Яхонии. Значит, приехали следующие. Ешуа, Нехемия, Сырая, Релая, Мордехай. Некоторые говорят, что тот самый Мордехай, который упомянут в книге Эстер. Да, но Мордехай вообще-то жил в Персии, может быть, потом он переехал, да, есть большой диспут. Вообще, в каком порядке тут все события происходили? Билшан, Миспар, Гибегивай, Рехум, Бана, Миспар, Аншей, Амь, Исраэль. Да, какие-то число людей народа Израилева. Бней Пароши. Вот начинаются, да, конкретные числа, я их все переводить не буду, это просто прочту сам текст, чтобы не пропускать ничего. Фактически тут просто какие-то семьи и количество, сколько пришло. Бней Парош, Алпай, Меа, Шивим, Вишнаем, например, да, первый я переведу для примера, что потомки какого-то Пароша, его, да, было потомков 2772. Видите, до одного редко считает тактора, но тут было так мало людей всего, что считали буквально до единиц, не округляли ни до десяток, ни до сотен. Бней Шифатия, 3772. Бней О'арах, 750-70. Бней Пахат, Моав, бней ישуа, Йоав, 2872. Бней Айлам, 1254. Бней Зату, 945. Бней Закай, 760. Бней Ванай, 642. Бней Бивай, 623. Бней Азгад, 1222. Бней Адоникам, 666. Бней Бигвай, 256. Бней Адин, 454. Бней Атед, Лирхискияху, 98. Бней Бецай, 323. Бней Юрай, 1212. Бней Хашум, 223. Бней Гибар, 155. Бней Битлах, 1223. Бней Натофа, 156. Бней Антот. Это помните тот город, где Мерияху когда-то жил. Бней Азмавет, 46. Бней Кирьят Арим, Кфира, Верот, 7,8. Бней Азмавет, 46. Слово Ахэр здесь, видимо, имеется ввиду другой Илам. То есть был уже какой-то Илам упомянутый. А вот раньше, да, есть еще какой-то другой Илам. И это вот второй Илам. Один упомянутый в 7 стихе, в самом начале этого списка. Бней Илам. А теперь какого-то другого. Бней Илам Ахэр, 1254. Да, это места. Тут города в перемешку с людьми, часто, с семьями. Вот, например, Бней Лод, да, это люди, которые из города Лод вернулись. А также Хадид и Ионо, да, это все какие-то места. Их было, соответственно, 725. Видите, сегодня в Лоде, наверное, сотни тысяч людей живет, я думаю. А когда-то, да, вернулось так мало. Всего вернулось очень немного людей. Несколько тысяч человек вернулось. Несколько десятков тысяч. Сана здесь вообще непонятно, как пишут комментаторы. Это имя человека или это место все-таки. Здесь какие-то из списков это семьи, а какие-то из списков это географические места, откуда эти люди вернулись назад в свои же города. Окей, теперь. Теперь начинаются разные семьи коэнов. Это те, кто пели в храме, да, из потомков Асафа. Теперь из потомков, из тех, кто занимается воротами, да, сторожей. Всего 139. И еще были ханатиним. Натиним – это то, что позже хозяев стали называть гевоним, от слова гевон, откуда они происходили. Это были те самые кнане еще, которые пришли с миром к нашему народу, и они потом среди нас жили, но у них были отдельные семьи, и нельзя было жениться на их потомках, из-за того, что они такие жестокие были, как мы уже читали в других местах. Так вот, натиним – бней циха, да, у них же важно было все родословности записываться по семьям. Натиним – это же важно было знать, чтобы не перемешаться с ними. Это потомки кнанеев. Значит, какие-то циха – это, видимо, конкретные уже семьи и люди. Бней Хасуфа, бней Табаот, бней Керос, бней Сия, бней Фадон, бней Ливана, бней Хагава, бней Акуф, бней Хагав, бней Салмай, бней Ханан, бней Гидель, бней Гахар, бней Рая, бней Рецин, бней Некольда, Бней Гезам, бней Уза, бней Пасеах, бней Бесай, бней Асана, бней Меоним, бней Нефусим, бней Бакбук, бней Хакуфа, бней Хархур, бней Вацлунд, бней Мехеда, бней Харша, бней Баркос, бней Сисра, бней Тамах, бней Нециях, бней Хатифа, бней Авдей Шлому, еще да, какие-то слуги Шлому, их потомки, бней Сотай, бней Хасоферет, бней Перуда, бней Яала, бней Даркон, бней Гедель, бней Шифатия, бней Хатиль, бней Похерет Ха Циваим, бней И Ами, коль Ханатиниму, бней Авдей Шлому, шилош Меот Ветишиму Шнайм. Всего этих сих Натиним, включая потом слуг Шлому, их было 392. Видите, как подробно описаны все эти семьи, при том, что их всего-то было 392, так подробно описаны каждая отдельная семейка. Может быть, потому, что именно с ними нельзя перемешиваться, чтобы точно знали, кто Натиним. Хазать считает, что это были какие-то мамзерем, что вот эта группа Гемора Кедушина-то обсуждает все. Значит, это те, кто поднялись из Тель-Мелах и Тель-Харша. Круф, Адан, Имер, Вилой Ахлули, Агит, Бейта, Воттам. Они не могли сообщить своей семье, да, то есть это были какие-то, может, с Афик мамзерем или с Афик какие-то еще у них были. В общем, так и они остались, получается, непонятно, евреи или непонятно, если евреи, то и кошерные ли евреи. Тогда очень важно было. И сегодня тоже, на самом деле, но сегодня мы обычно говорим, что если ничего не знаем, то Минастам человек не считается мамзер. А тогда они очень строго были подношены к Ихусу, и, соответственно, те, кто не могли сказать, какой они семьи, это большая проблема. Не могли сообщить точно их дом отцов, и откуда они, потомки, вообще евреи ли они. Так его их было 652. Вообще не очень понятно, это число включает ли и тех, которые из Тель-Мелах и Тель-Харша, и Кру-Вадан и так далее. Это все, или это отдельно, кроме тех, которые упомянуты дальше, вот которые, то есть кто из них неизвестно, евреи ли вообще. Когда говорится, из потомков ли они евреев, это не факт, что вопрос был в том, являются ли они вообще евреи по халахе. Может быть, то, что они евреи, было не под вопросом. Но откуда они происходят, может, они с Герем происходят, или с Нитиньем, которые тоже вроде перешли в какой-то степени в иудаизм. В общем, может быть, в этом был какой-то сафик. Но это явно были вот семейства, которые так и оставались, как свихот. Там был диспут, у хозяева что вообще делать человеку, который сафик. Было мнение, что все сафики могут друг на друге жениться. Но у нас Аллах, как самое строгое мнение, что сафик, даже, например, сафик Мамзер, не может неизвать вообще ни на ком, кроме Георет, например. Потому что Георет разрешен и Мамзер, и не Мамзер. Но он не может неизвать на другом сафике, потому что вдруг окажется, что, допустим, его жена, которая была сафик Мамзер, это не Мамзер, а он Мамзер, или наоборот. Поэтому никакой сафик, мы строги во все варианты боимся Хотя и сторой сафик Мамзер разрешен, как говорит Талмуд Только на Бадай Мамзер запрещен Но хазар были очень строги с Ихусом Но тем не менее, сегодня там, когда евреи, например, становятся религиозными Мы не пытаемся копаться, а вдруг потомок Мамзерин Были же среди евреев Мамзерин когда-то, так куда они делись? Любой из нас, в принципе, может быть потомок Мамзерин Там уже сколько поколений не соблюдали заповеди Тем не менее, там сегодня у нас Ихус не такой прекрасный в любом случае И поэтому даже коины, когда женятся сегодня Если женщина, в принципе, сама соблюдает И у нас нет никакой информации, что ее родители были халалим, например Куда делись эти халалим? Наверняка среди них много есть потомков сегодня евреев Но тем не менее, мы такие вещи сегодня не копаем Мишпаха ше не тма, как говорится, если бы перемешалась, мишпаха-то перемешалась Еще какие-то потомки коинов И, кажется, один из них его называли по его тесте, видимо Так как он взял дочку Барзилая Гелади еще Известного человека, который в книге Шмуэля упомянут То он, видимо, такой богатый был его тесте, что по нему называли Просил, чтобы его фамилию оставили фактически в семье По нему называли, соответственно, Бнейборзилай Теперь коины, которые не могли доказать, что они настоящие коины Кошерные ли они как коины, они не могли доказать Их, соответственно, убрали, так сказать, да, вычеркнули из привилегий коинов Что коины уж точно должны доказывать, что они коины, чтобы получать себе привилегии Сегодня в Ашкиназме принято, что коин, который говорит, что он коин, мы ему верим Потому что сегодня все равно коина ничего не получает с этого Ну, почти ничего Но когда-то, чтобы есть труму или тем более, чтобы служить в храме Нужно было доказать, что ты коин И есть законы, как доказывать, какое нужно свидетельство для этого Вот, поэтому если эти не смогли ничего доказать, то они были отлучены от священничества Им сказал Тиршата Да, некоторые считают, что это и есть на хэме Что есть они не могут из святых жертв Пока не будет такой коин, который можно его спросить с помощью урим и тумим Да, когда смогут снова, уже во время второго храма не работали урим и тумим И, может быть, была потеряна точная информация, как это правильно сделать Есть большой диспут, что такое вообще, что в Торе называется урим и тумим Но с помощью них можно было спрашивать у Всевышнего Это был какой-то уровень пророчества Не такой, как, скажем, у правка Ишаяху, но какой-то способ что-то узнать Так вот, такого уже не было во время второго храма Поэтому сказал Тиршата, что ждите, да, как мы говорим, пока не придет Ильяху Он им говорил, пока не придет кое с урим и тумим Так что пока что вы не можете ничего есть из святых жертв Хазаргая, что труму им разрешили есть, кстати Но не разрешили только есть жертвы от храма Вся эта огромная община была не такой же огромной Всего четыре десяти тысяч, то есть сорок тысяч Две тысячи триста шестьдесят Сорок две тысячи триста шестьдесят Не такая же большая община С ними еще какие-то были певцы и певицы, которых было двести Непонятно, что это были за певцы, но это явно не связано как-то с храмом Это, видимо, просто были для удовольствия Может, тогда они запрещали даже женщинам петь И так выглядит из Кохелета тоже Сегодня считается, что нельзя слушать женщину поющую Это как говорит Амут Кольбиша Эрба А может, они не были такими же религиозными У них были еще какие-то нееврейские певички В общем, певцы и певицы у них были двести человек Это, скорее всего, уже служащий персонал, который не еврей Который здесь записан Ну, или на уровне, как шив, как нанит Может быть, на таком уровне они были, как служанки Еще у них было 736 лошадей Их мулов было 245 435 верблюдов Вот эти главы отцов Они, соответственно, придя к Дому Всевышнего В Иерусалиме пожертвовали на храм Всевышнего Чтобы установить его на месте Они дали в казну для работы золота 61 тысячу так называемых даркимонов Это какие-то монеты персидские, видимо Серебра дали в мане Это определенный вес Может быть, в какие-то времена это было 60 шикалим В общем, этих маним дали в серебре 5000 Еще дали 100 одежд для священников Рубашек для священников Соответственно, все установились в нужных местах Священники, левиты, и те, кто поют И те, кто стражи ворот из левитов Все в положенных местах установились Остальные подданы в своих городах И весь Израиль в своих городах И на этом мы закончили вторую главу Урок посвящался Рифуа Шлемаш и Раиса Бацони Владимир Бенгеня Гадаса Батагува Гоа Батасе Выхоли Сраиль